Больше никаких нарушений. На перекрестке улицы Дзержинского и Первомайского проспекта появилась поперечная разметка. Водители называют ее вафельной по вполне понятным причинам. Стоит только посмотреть на нее сверху. Раньше вафельная разметка была лишь экспериментом в некоторых городах. Опыт оказался удачным и теперь ее стали использовать и в других регионах. В начале июля она появилась и в Рязани. Следует отметить, что сама по себе диагональная разметка, она когда появилась, она ничего нового не внесла в правила дорожного движения. Потому что часть первой статьи 12.13 КОАП, предусматривающая штраф в виде 1000 рублей за выезд на перекресток при наличии затора и создании помехи для транспортных средств в поперечном направлении, она существует достаточно давно. Лишь с 2011 года увеличился размер штрафа со 100 рублей. Павел Кулешов, автоюрист, рассказал, что сейчас во многих СМИ, а также в интернете говорится о том, что порядок фото-видеофиксации на такой разметке иной. Достаточно просто оказаться в границах разметки после того, как загорится красный сигнал светофора и водителю грозит штраф – 1000 рублей. Притом учитываются и те моменты, когда попросту водитель замешкался, не успел завершить маневр. Но, что очень важно отметить, помехи не создал и затора не было. А за это, как правило, закон ответственности не предусматривает. Это означает, что такое постановление возможно реально оспорить в суде, но поскольку заказать жалобу у юриста гораздо дороже и самому тратить своей силой время за штраф 500 рублей, так как его можно оплатить со скидкой 50% нецелесообразно, то со временем, я думаю, это выработает привычку водителей, которые спешат не заезжать на эту разметку. И это хорошо. Павел Кулешов отметил, что вафельная разметка хороша еще и тем, что она четко очерчивает границы перекрестков и облегчает работу как сотрудникам госавтоинспекции, так и юристам. Однако единственная разметка в городе, по мнению автоюриста, нанесена необоснованно. Возвращаясь к перекрестку улицы Дзержинская и Первомайский проспект, я считаю, что там необоснованно установлена эта разметка, потому что даже при выезде во время затора на данный перекресток не будет соблюдаться условия о создании помехи транспортным средством в поперечном направлении, потому что перекресток Т-образный и в любом случае водитель, он будет встраиваться, помеха будет создаваться в попутном направлении. Но свою функцию по дисциплине водителя эта разметка очень здорово выполняет. Специалисты дают простой совет, как проезжать вафельную разметку. Нужно просто рассчитывать время на то, успеет ли водитель преодолеть перекресток. Например, следить за скоростью движения потока или за ситуацией с пробками впереди. Тогда шанс застрять на разметке заметно снизится.